Ради каких пабов можно объехать всю планету и приживется ли грудная клетка, распечатанная на 3D принтере? Об этом и не только в нашем обзоре. Заповедник площадью почти 2 миллиона квадратных километров собирается создать организация Greenpeace в Антарктике. По мнению экологов, совсем скоро люди начнут активно осваивать эту территорию, что приведет к загрязнению воды и вымиранию животных. Во время трехмесячной экспедиции эксперты собираются изучить, как влияет на природу массовый вылов рыбы и другая деятельность человека. 32 тысячи километров в поисках баров. Англичанин Бен Кумбс объехал 21 страну, чтобы найти самый северный и самый южный пабы в мире. Первый он обнаружил за полярным кругом на архипелаге Шпицберген. Второй на южном берегу Чили в городе Пуэрте-Вильямс. По американскому континенту Бен колесил 7 месяцев. Говорит, приятным был даже не результат, а сам процесс поиска. Врачи из британского госпиталя Моррисон напечатали пациенту грудную клетку на 3D-принтере. Во время операции 71-летнему мужчине пришлось удалить три ребра и половину грудины. Реконструировать их из медицинского цемента, как это обычно делают, было бы очень сложно. Поэтому кости заменили индивидуальным протезом из титанового сплава, который создали с помощью 3D-принтера. Дональд Трамп, Ким Чан Ин и Тереза Мэй. Это не очередной саммит, а королевский карнавал в Ницце. Основная тема праздника – космос. По задумке организаторов, на враждебную планету высаживается корабль «Демократия». По центральным улицам Ницы проехали 17 повозок с фигурами мировых лидеров. Гостей развлекали танцоры, а в небо взлетели фейерверки. Каждый год на карнавал приезжает около миллиона гостей. Праздник продлится до 3 марта. Альтернатива спортивным зрелищам. На берегу Японского моря, недалеко от Олимпийского, Пханчхана туристов развлекают огненным шоу. На побережье городка Кан Ин скульпторы создали 12 деревянных фигур. Каждые выходные одну из них сжигают. В этот раз огненные трюки выполняет квартет артистов из Украины. На зрелище приходят посмотреть олимпийские спортсмены, туристы и местные жители.